Так, а что? По-английски треба? Окей, let's try to speak English if you wanna do that, so it's not a problem. День добрый, я Шерас. Это курилка Гутенберга, а это вот, когда треба кому-то меня не знайсти, можно во всякие контакты. Мое имя Тимофея Вилен, я науковый супрацовник, ну и не только, конечно, науковый супрацовник, гроши зарубляю IT-сферы. Это не дивно, конечно, часто бывает такое. И, напевно, уже здесь довольно давно занимаюсь такой темой, какую можно назвать этно-астрономия. Ну а сегодня мы аккуратно поразмовляем, и вот, какие зорки треба ведать для романтичной сустройки, да? Ну, первое пытание вы сами уявляете, что такое может быть этно-астрономия. Чули таки термин, может, не? Чули? И что это такое? Это просто термин, да, и все. Ну, я так у двух слов скажу, что есть такая относно молодая наука этно-астрономия, которая занимается, по сути, доследованием зорок, метеора, у всех небесных тела, какие есть, у контексте культурным, да, есть такое понятие, что культурная астрономия. Вот этим всем занимается этно-астрономия. Вот эмлику, это могут быть разные лингвистичные доследования, связанные с назвами зорок, могут быть этнографичные доследования и все, что заводно. Вот мы сегодня про это поразмовляем трошки. Ну, вот таки вам кадр. Это, конечно, не перформанс, який нам добро вельми показали, а ли тут вельми концептуальна есть понятие, что романтика 21-е стагодзе, да. Ухожено свое воспринимание романтики, вот. У когось такое, что так само вельми приемно и повинно быть, иначе нас бы не было, вот. Ну, а у когось, конечно, вот такое, может быть, воспринимание романтики, да. Горы, может, який Кавказ, ось, намет, рыцкий переход, да. А, и те, вы думаете, что те люди, які на попереднем слайде были, они уже тут, и они сумершают приемное, с корыстным и с романтизмом, да. Вот. Ну, перед тем, як непосредственно може расповядать про разные уявления народные, вот, які есть у нас, но это белорусские. Я бы хотел вот расповесьте про такую программу, про которую вы, может быть, слышали, это «Стелариум». Это программа, якая дозволяя шукать разные объекты на небе, вот, там и астероиды можно занести, и кометы, и все, что за угодно. А расповядаю я это тому, что десять два года назад один из распроцовщиков этой программы, и он мне написал, и пропоновал мне дослать ему, ну, потому что на английском русском языке разные белорусские народные назвы «зорок и с узором». Вот. И я это все зарабил, и литерально, вот, полгода назад, бельгийские уже моста к нейки, и он зарабил вот такие вот малюнки, которые передают в образы. «Зараз я попробую запустить». «А там гифка?» «Нет, там не гифка. Там «видео». Это коротенькое «видео» будет. Нет, все нормально. Там лук не треба, просто тут вы можете… А, я ну не запускается так? «Зараза». «Ух ты, какая система!» «Да, там требовало просто найти существ. А, тут. «Есть?» «Есть?» «Да, да, да». «Есть?» 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 «Оно, вернее, короткое будет, но даст такой визуальный шерох вот неких уявлений, какие уже, по идее, есть в программе Stellarium, Максима там опошний билд какие-нибудь, что там их релиз выходит. Вот. Это такие малюнки, как бельгиец, на основе тех назвав, которые я ему дал, как вот он побачил белорусских костцов, те некие там знаки, вот, назвал. Ну и наступный так само коротким. «Можете?» «Можете?» «Нет, цикал просто. Они запустятся, или я просто натизывал?» «Нет». «Никто ничего не бачил?» «Я думал, они запускаются просто по крику». Вот. Ну и это так само млешный шлях, и вот он таки в образ подобрал, то подается он у Твиттера у себя, выклыл, «Я снова начал заниматься самостатством для Stellarium». Вот. Такие короткие виды, но некое уявление нехай дают. «Я думаю, что в анонсе там было, что мы будем разговаривать про…» «Нормально?» «Нормально?» «Все, все, я уже переключил». «Тихо, тихо, тихо, тихо». «Стой!» «Стой!» «Это, видать, Павел Глоба на тебе так уплывает!» «С чего не можешь?» «Дай, дай, дай!» «Вот. Мы в анонсе обещали поразговаривать про астрологию, и, соответственно, поразговаривать про народную астрологию в этом контексте, про Метеора, ну и непосредственно про народные некие легенды и назвы Сузоры. Ну вот это, дядьку, напевно, шмар, кто видит. Те видали, ведали, ведают. Вот Павел Глоба. И отказ ему вот такой мог бы быть, да? На самом деле, этот человек не показывает ничего кепского ему, Павлу Глоба. Это старый фотосдымок, видать, резин 20-го года. Польские. Это так званые планетники были. Тобух люди, які умеют керовать надвор им небыто. И вот отрывалась его сфотографовать. У чем розница, да? Вот, коли так подвести, больше навуково, так это пытание помеж народной астрономией, да? И помеж астрологией, и помеж астрологией такой, как бы, профессийной. Ну да. Основная розница у них, что профессийная астрология, да? Это докладные вылечения. Тобух по дате народжения, по тем, які планеты, где знаходились, у яким сузорье. Астрологи робят разные предказания. Тобух. У их контексте, они вылечиваются, как бы, что отбывается на данный момент, на момент народжения человека, або калинейка и падея. Народная астрология, она трошки иншая. Это худший такой момент, який ты не можешь предказать. Вот, який человек не может просто предказать. Например, вы выходите на улицу, загадываете некое ожидание и чекаете. Полететь зоркать или не полететь? Вы не можете гэта предказать. И вот такая вот непредказанность – это основная такая, как бы, частка народной астрологии. Ну, на самом расчете, некоторые есть приклады такие, такие больше популярные, в этой прикладу указали, что вот, когда там накутил шмот зорок на небе, значит, будет шмот грибов, ягод, пчел. Все интересно, что, когда зорка побольше с месяцем, будет не больше. Довольно, что тут нема никаких таких предказаний, вот, как правило, есть у псевдопрофессийной астрологии. Ну, и некоторые так само приклады, что вот выходили девчины до прикладу, глядели, ой, який бог зорко полететь, а то ли я вон и каханы будет. Ну, а может, там, муж, наводнят, не только каханы. Вот. И, отповедно, некоторые инши приклады. Ну, теперь трошки поразмовляем про метуоры. Усе ведут, что такое метуор? Да? А что это такое, коли вы ведете? Что? Айтонный парш? Да. Да. Только ж, когда Честера уже нема, зараза повесился. Ну, ладно. Не, ну, просто. Ну, мне так само Вельве подобалось. И, ну, и творчество его, и вокалисты он крутые. И был у него на концерте, ну, не у него на концерте, а у Линкен-парка, конечно. Вот. Ну. Что? А с астрологи предсказывали? Не веду. А может, и астрологи и предсказывали. Это уже пытание такое складанное. Да. Ну, на самом деле, метеор – это з'ява, часто у народа это з'ява. Потому что, когда это само тело в космосе, это метеороид называется. А когда уже упало нечто на землю, это называется метеорит. И довольно часто нас подманывают в газетах, когда пишут, например, вот, там, в листопаде будет отбываться метеоритный дождь Леониды. Это бы означало, что вы сидели бы дома, и там каждые полгодины на вас падает камень. Вот, вот что такое метеорит. Это не каждому приемно. Вот. А так правильно называть, конечно, метеорный дождь. Вот. У народа основная идея какая? Основная концепция народная такая, что душа, что зорка на небе – это душа человека. Вот. Отповедно, и будуются разные такие конструкции к шталту от того, какая зорка, там, яркая, она, тетьмина – такие человек народжаются, а вот такие человекы снуят. Например, часто яркие зорки, может, как Венера, могли навод порогноваться с царом, сказали, о, царого зорка взошла. Вот. А вот тетьминые зорки могли сказать, что, а, так это некая ведьма там, те некая хворого человека. Вот. Вот. на таких, ось, уявлениях и пошли будоваться трошки инши, что, допрыкладу, что, когда зорка падает по небе, то треба не загадать, то, что, когда зорка лететь по небе, то человек народжается, або помирает. Вот. А проще того, конечно, вот такие особливо яркие метеоры, которые, которые часто, ну, навыково называются болиды, их уже порауновывали с какими-нибудь цмоками або змеями. Вот. У литовской мифологии это айтворосы. Вот. Пришим, в зависимости от того, какого колера, вот этот зорка лететь по небе, могли продказывать. А, это вот там, на прикладу, цмок не все там золото, когда он желтый. Вот это он сребрый не все, когда белый. Вот. Это вот такая основная, как бы, народная интерпретация. А все ведут, кто такой цмок? По команде у сэнти цмок у баскетболистов и так. Ну, на самом деле, конечно, вот так само, некаких таких комментариев, да, назвать цмок, как бы, сама назвать цмок, она худшая за все такая, больше поздняя. И в связанную там лику это цмок, смок, польская. И часто так у библии, ну, в польских перекладах библии особлива, вот так называли миновито дьявло, який люцифер, який перетворился у змея. Вот. И тому, как бы, треба меть на увазе, когда про это кажут, и команда, яка, по сути, частково могла себя назвать люциферами, но мае добрые шансы перемогших. Вот. Это, конечно, жарт, хотя не зусим жарт. Вот. А правильнее просто, ну, не то, что на правильнее, а шастей, люди просто могли называть, что ось по небе, когда летит такая яркая зорка, это змей полетел. Потому что, правда, когда вы глядите на небо, и бачите, что там такая хвостик небыто, вот, это поровнувалось просто со змеей. Тому и могли сказать, что вот там, вот к шталту вужика полетел, змей такие. Вот. Ну и вот у нас пригожая некая девчина стоит, в таком стиле, и она хочет ухопить зорку. Как вы думаете, чему треба загадывать жаданника или летит зорка? Ваши варианты? Не поспеешь загадать? Это я со списом стоишь, не поспеешь. Да уже, да уже лети, давай. Я шо я в ренте? Я шо я снимал в ренту? Потому что это редко. Редко. Нормальный в рент. Правильно. Важное желание будет загадано быстро, а ты его вспомнишь быстрее всего. Главное, к обниматам. Будет неприемно. Самое худшее, что может произойти в голову часом. Вот. Ну да. Особенно, когда не поспел загадать, и потом… Вот. На самом раз, одно из таких тлумочений, чему можно идти, хочется часом загадывать жаданника, потому что есть описание, что вот эта зорка, которая летит по небу, это не только вот как душа, а есть описание, что это анел, который спускается на землю по душу человека, который уже приходит в инший свет, и когда вот он летит по небе, его ни бы то никому ни в чем не может отморить. Вот. То вот, на самом раз, как бы отрывается, что человек как бы просит у этого анела, который ему помог. Вот. Но в такой спрощенной форме все прошло тое, что вот нужно загадать ожидание. Хотя и правильно, вот вы скажете, что это редкая изъява, и когда человек вот выходит, и там… Это вот как с книгами гуляют, да? А вот что будет, когда вот это и это, и сторонку там любую выбирают, и вот там отказ шукают. Это так само такие вельми текавые когнитивные процессы, которые мы надеяем, когда человек доверяется некой спонтанной, некой спорядочности такой, и ее можно, конечно, не только в астрономии такой народной изнасти. Вот. А проще того, что таких прагматик, такой, когда зорка летит по небе до пройкода, то были даже некоторые такие уявления, связанные с народной медициной. Потому что, например, когда лечилось, что нельзя тыкать пальцем у зорки, то можно на свою наткнуться и скинуть ее из неба. А вот такое сказали, что когда тыкаешь пальцем у зорки, то бородавка может заявиться не быдо. Так вот, когда летит зорка по небе, и когда раптом у человека есть вот эта бородавка на руце, то можно просто тресить рукой, и лечилось, что не быдо ее можно скинуть на эту бородавку. Вот я на сайте. Ну, а для аматоров металлики, хэви металла и не только, есть так само однородное, интересное уявление, что когда лететь зорка по небе, то нужно тузать волосы, оттягивать их. И вот на кольке долгий хвост будет у этой зорки, которая летит по небе, такие будут и долгие волосы. Вот. Ну да, есть такие уявления. Ну, и, как мы уже сказали, что есть шесть таких, как бы, ворожбов, это вот, когда зорка кудысти полетела, то оттуда будем уж. А больше часам сказали, например, что по характеру того, как летит зорка, так и роды проходят. Например, когда она худко летит, значит, роды худко пройдут. Когда долго летит, значит, роды тяжкими будут. Вот такие вот, ну, это только частка видово, такого широкого верования, которые связаны именно с летучими зорками. Есть некие пытания, может, еще и по метворам, зорком летучим, все ясно. Есть, кстати, интересное явление, вот я только что узгадал, что часом лишилось, особенно украинских верований, что зорка может не быто упасть на землю, и там, где она упала, будет разлитая смола, и там нельзя будовать дом. Ну, а почему так лишили? Потому что в украинских верованиях лишилось, что зорка падает сам черт, або свеча черта, которую он пробует поставить на небе. Потому что, как бы, в христианском разумении кожная зорка – это такая свеча человека и душа человека. И, соответственно, черт здесь там ходит по небе, и спробует подменить праведную, так бы мовить, свечку на свою. У этого сейчас ходит о нем здесь, и к ее скидывает эти свечки черта. И вот, когда они падают на землю, они разливаются. Ну, конечно, довольно шматую явлением. А, конечно, это интересно, что ведьмы могут закинуть нитку на небо, ухопить зорку такую и стягнуть до себя. Ну, и тогда мы бачим, как эта зорка спускается на землю. Я не такой зоркой корыстались, как помножить свою, повеличить свою магичную силу, поклали в жбан, ну, и небыто набрыняли этой энергией. Я так расповедаю, небыто я сам это роблю, небыто сам это бачу все. Что? Где жбан? Что моё? Где ваш банк? Банк? Жбан? Ваш банк? Ваш банк. Кажется, что он интересен. Я так, ну, я роблю, так только в IT. И мой жбанк это картка. Накопительная картка халва. Реклама. Конечно, жартую. Вот, ну, давайте тогда покрасим, когда таких питаний у него нет, природим, да, уже непосредственно до темы, какие у вовли были у белорусов назвы, зорок, сузорьев, какие, может, легенды были. Ну, такие, как там наш выдатный перформер показал котиков, я так само покажу котиков, только они вельми простые, ничего у них такого, это не суп скотов там. Вот. Вот, все напоятно ведают в этой сузорьем. Так? А как бы вы его назвали, если бы не использовалось стандартную назву? Поли... А если вы уявите, что это не от культа осталось, а зорки? Ковш. Есть еще варианты? Лышка? Нормально. Целега. Что? Целега. Да, классно. Да. Аккурат у нас частей так и называли, что казали, что это воз, колесы, конь, что это какой-нибудь колш, чарпак и так далее. Основная идея такая, что, на самом рыч, вельми шмат легендов, які вот захавались до этого часу и связаны с зорками и с узорами, и они, конечно, уже за дуже шмат христианизованные учимся. И тому, например, вот этот воз, який мы бачим на небе, ну, Новукова великую медведицу, его часто называют Иллёвоз. Может, вы чули, что святый Илья, и он был занесен на небо у огнистой колесницы живым. И тому народ и протягивал называть Иллёвоз. Но цикало тое, что, например, у литовцев заховалась названа Перкуна с Ратой, что означает воз перуна, або телега перуна, або колеса перуна. И вот таким разом, как бы можно реконструивать, что основный образ калисти ранее могут быть связаны не с святым Иллём, а с паганским богом Перуном. Таких доказов может быть еще один, что у немцев так само «Воденсваген» называется, табук «Воз Одина». Ну, как правило, описывают так, что идут четыре колеса, табук четыре колеса, и поломанный дышаль. Вот мы его там бачим, гэта дышаль, поломанный небыто. Вот. Або вопрос такая, что «Воз и три кони». Або «Воз запреженными медведями». И вот есть такая легенда невеликая, падается у Адама Мицкевича, что «Воз перехелился, когда Арханел Михаил погнал Лецифера». А про это есть такое интересное украинское верование, что, когда есть две зорочки, это третья сверху, другая сверху, Миццар и Алькор, и маленькая зорочка, называется «сучка». Вот. Нет, все нормально. Собачка, собачка, сучка. Ну, вот это так называют. И что эта собачка, она привязана небыто до этой зорки, и когда она перегрызет эту веровку или привит, тогда будет конец света. На самом деле это очень интересный мотив, потому что он составляется и в других мифологиях, и так само связан с такими эскатологичными религиями, то есть религиями конца света, апокалипсиса и так далее. Конечно. Какая мотивация в этом плане? Основная мотивация номинации данного астронома – это… А, у сэнси зорки с собой? Это же арабская. Что-что? Это же арабская название. Сучка? Попробачься. А? Нет, это… Нет, ведь Алькор – это арабская, так, алькор, самая зорка Алькор, у народного спрымания это собачка, какая привязанная. У нее нема там пауного имя некая, это просто в образ цельный. А чему такое отбылось, это новое питание? На это отказано пауного простого нема, бо… Это потому, что она сделает по его… Ну, а таму так и называют, да? Ну да, где будзиу наглучало, провязанный кабель, який перегрызает вяровку и будет конец света, да? Да. Широ кажу, что, ну, вот это доброе питание, а леверми складаны, у таких записов, у таких фиксаций не вельми шмат, и там божь не вельми шмат у воглей по всем свете. Например, у поляков часто эту зорку называют фурман, потому что необыто… Ну, это той, кто сидит, и керой повозкой. Вот. У эстонцев эта зорка называется волк, и необыто… Ну, и тут трошки інший образ у них, что есть волы, есть пастух, а эта маленькая зорка – это волк. И такая легенда даёт, что необыто волк хотел съесть у всех этих волов, а пастух его заважил и провязал горовкой до соседней зорки. Вот. Чтобы… Вот тут такие вот, можно найти шерох, ну, близких нам народов. Вот. Ну, вот, я еще одна, привожу такой фото с дымок. Вы какие-нибудь тут познаете с зорки, зорки? Это из южного полушария сделано. Я там не был. Не, я был у Мексики, ладно. Ну, на самом деле, нет. Чем упал него? Потому что все… А, в этом сентябре. Ну, мы же запытались… Что тут за с узор, с узор и зорки бачены? Какие вы ведаете? Я вижу планету, наверное, Люпитер. А, может быть, если инородный назван на завете? Я… Да нет, не знаю. Не, ну, все правильно, да, все абсолютно правильно. Вот. Там вот такая кучечка зорочек – это Плеяды. Вот это такие… Небыто… Такие… Перевернутые, как бы стрелать, Трохутничек – это Телец, с лево-направо, когда глядеть. Вот. Ну, и вот эти три зорки яркие – это поясы района. И в боку этого пояса района шмат разных зорочек – это так самая частка района. А это, конечно, да, может, это некая планета, навод, Венера, может, там, заходить. Ну, у нас вот эти три зорки, какие вы бачите, да, в правом боку, часто могли называть косцы, три косцы могли казать, могли казать, например, три волхва, осилки, три сестры и так далее. То вот, как вы бачите, и снова протягивается такая интерпретация зорки як некой души, як особного образа. Вот. И тому, отповедно, так и кажут, например, «три сестры» або «три косцы». Ну, «три сестры» цикаво, потому что есть такие назвы, например, «три сестры прахи» або «попрадки». И в таком разе, конечно, вельми нагадываю разные казочные мотивы, когда сидят «три сестры прахи» продуть не ту життя человека. Вот. Али таких названий не так кошмар. Вот. Есть аж такие назвы, як «три короли» або «три волхвы». И тут, ну, все простей, потому что это основаны такие, один из основных сюжетов христианских про народжение Христа. Вот. Новозаповедных. Про народжение Христа и что вот «три волхвы» пришли до Христа и вось у память покинули вот в выгляде зорок на небе. Такий ихний образ. Ну, и, отповедно, яркую зорку, яку мы бачим, допрекладу, подчас родства, могли называть «битлеемской зоркой». А пытание правды, что это могло быть? Это, может быть, планета могла быть некая яркая. А вот так некая зорочка. Вот. А еще с таких цикавых названий это коромысел, допрекладу. И кажут так вельми просто, что вот эта девчина, которая несет воду коромыслом. Тут, конечно, мало информации, но, допрекладу, пятна на месяце, пятна на Луне, вот такие вы можете побачить, когда полня такая есть, так само кажут, что это девчина с коромыслом. И вот расповедают такую историю сейчас, что одной шоколисте девчина пошла по воду в вечер. На ней был полный месяц. И она пошла по воду, подошла до колодежа, набрала воды, и что с ней захотелось, может, она была занадто гонорливая, и она показала голый зад месяцу. и месяц, вот это так расповедают народные легенды, я ничего не выдумляю. И она показала голый зад месяцу, и месяц не совсем сразумелый, он то ли ее покрыл девчина на ее, то ли ему вельми сподобалось. Вот. И он затягнул ее на месяц, ну, до себе отрывается. И тому, теперь мы в этих плямах, мы бачим, миновитый образ такой девчины с коромыслом. Вот. На самом раз, конечно, тут мотивация может быть такая, что это таки успомин людям, або наказ поважать небесное тело. Вот. Потому что все-таки это то, что количество было связано с религиейными некими уявлениями, например, с богами, может быть, и с духами. Те, может, некие уявления, связанные с Матой Божьей. Потому что, на самом раз, часто образы, которые вы видите, особенно в католитских разных выявлениях, это полмесяц такие, на каком сидит Матя Божья, и яркая зорочка, которую часто отреагируют с Христом. Вот. Ну и вот внизу тут подписаны всякие штуки. Основная идея еще такая. Ушим, чему воли глядели на небо. Вот. Это про Матю Божью я сказал. Это что-то отбылось. Магия. Магика. Это перформанс таки небесный. Вот. Основная идея такая, что глядели на небо, во-первых, ориентоваться у часа, то бы глядеть, когда ранится, когда вечер, те допрыгают некие святые основные вызначать, або ориентоваться у простора. Потому что теперь у нас разумение простора изменилось, было много дорог, и когда скажут часто про Россию, что у России дураки и дороги проблемы, то я думаю, что год семьсот назад такого в принципе не могло быть, потому что люди больше использовались водными шляхами. Корабли были не такие уже великие, а как бы реки были больше, чем те первые. Вот. Отповедно, и выкористовывали так само для такой мини-навигации вот по этих рыжках, уже и викингеки эти тут шорхались туда и сюда. Вот выкористовывали зорки. Ну, это вы все ведаете, так? Вот это на зорное скопище. Как оно называется? Плеяды. Правильно. Плеяды. Ну, у нас, конечно, трошки иншие назвы основали для Плеядов. Ну, довольно популярная название сито. Кажут, что вот это вот этой зорки, это тое сито, про которое Бог просил первое зернятое жито, когда только Иисус свет зашинался. Вот. Кажут, что это сито Мати Божьей, и два святых они нечто между собой, не поделили это сито, погнули его, поломали, Мать Божья пришла и закинула его на небо. Как люди видели, что так нельзя делать. Ну, свариться нельзя. Вот. Это довольно интересная название. Это вот группа названий Волосожар, Мисожар волосами. Часто, как бы, пишут, что это название, какая связанная с поганским Богом Велесом, и с пробой там разные варианты. А вот, что это жены его, что он там с живезьями, вот такие разные интерпретации. Ну, мне интересна ваша интерпретация. Волосожар, слово. На что было вам? На что, что нагадывает? О, вот так. Еще. Еще варианты. Вот это так само классический вариант Волосожар. Такой. Ну, и это на самом деле популярное довольно прозвище в Украине. Волосожар. Вот. Вот. Есть такая народная темология, что волосожар это небыто вот такие яркие, грачкие волосы. Но есть одна из максимальных интерпретаций, что волосожар это так могли ранее называть пылный вид прически у замужних женщин. Вот. Ну, из таких назв, которые уже родились устрачиваются, это селцы, кучки. Ну, кучки, на самом деле, не то, что там в перформансе был кучки, когда нам показывали. А кучки это как стажки сена такие, необыто вот они на поле стоят. Вот. Корона, гнездо, ну и семмальцев. Семмальцев на самом деле очень интересная назва, но она только одной из устрачиваются у нас. Но, например, довольно распространенная у полдневых славян. И это там семь братов, у каждого из их имена, и там разные истории связанные с ними. Вот. Ну и, соответственно, назва курки. Личится, что вот это, каждое из этих зорок это такие куронятки, а самая яркая это курица. И вот мы потом, можно даже поглядем невелички такие виды о шерах про вот этих курочек. Ну и стажары это с тех сена. Самое простое. Вот. иначе узорок, какие можно побачить, ну, некие назвы, какие есть. Это, доприкладу, полярная зорка, которую часто просто так и называли полночная зорка, потому что на полночь указывают. Зорный кол. Это, хоть и за все татарское запозычание, потому что у нас на Урате бы так казали. А у татаров просто есть вот полярная зорка, это зорный кол. А великая медведь это конь, которые привязаны до зорного кола. И вот этот конь ходит в окол кола зорного. Ну и, допустим, стоит я гость, то Бог просто указывает, что эта зорка, которая всегда стоит на одном месте. Малые медведицы номинации, эти номения, они, соответственно, формуются по аналогу с великой медведицей, то Бог есть великый гость, малый гость, маленький конь, великий конь, ну и так далее. Дракон. Так самые годомы нашему народу. И снова, тут ассоциации больше идут такие христианские, когда скажут, что вот этот дракон на небе, это количество святой Юры который заколол змея, и Бог повесил его на небо, когда в этой стоячей зорке каплюзи памятали вот про такой вот героичный учинок святого Юры. Валопас араты, вот вы бачите араты там стоять, ну и повношенная корона снова укажет, что с двенадцати зорок корона уплеченной, на голову пану Езасу положено. Ну это таки больше образ махчыма тернового венца, к якому поклали Христу на голову, ну а тем самым, как бы и короновали. Хотя это звучит, конечно, короновали в таком воровском контексте, короновали Христа. Вот. Иншые зоркие сузоры, это лебедь, вельми добра в этой сузоры бачна у нас. Вот. У нас часто его называют Петрова палка, царов крест. Ну а в украинском есть такой честный хрест, а вот на вот у славянском святых Елены Криш. Вот. У всех эти номинации, они больше связаны с образом крыжан, каким был распятый Христос. Вот. Кассиопия, косы. Называются так сейчас, и на вот в экспедициях, вот когда я ездил, так называли. Олег, когда я уже просил показать на небе, показывали на самом речь пояс района. Ну а тут видовочный, что слово Кассиопия, никто не ведает, что это такое. Вот. Просто шутят здесь в школе, что есть некое такое слово, некое Сузорье. А у народной святомости больше ведома назва Касси, как просто некая назва. Вот. И там у людей, вот, бывает такая, контоминация семантичная. Вот. Есть Лира, что такое Сузорье. У Краткевич, например, Кучейза все придумал, называть, что есть невеста, два брата и суперник. Вот. Капелла, Коза. Напевно, вы ведаете, с каким святом может быть связано, да? Вот. По названию Коза. Она не загадящая. Не, а, ну, сим символизовала, подшаток, какого свята могла бы символизовать. На коляды. Не, на коляды. Ага. Сирус. Ну, Сирус пся гвязь. Нет, я просто песни узгадал. Да. Сирус, ну, пся гвязь, тут видовольно-таки полонизм, но, справа тем, что яркие зоркие, народ часто сам не ведал, что это планета, зорка это. И одну назву мог надавать шматриким разным объектам. Отповедно, могли назвать, я думаю, пся гвязды и Венеру, какая там бачная, и, может, и капеллу. Вот. Ну, довольно часто могли блыть. Вот есть такие поэтичные назвы зорок, инши это гроб, змей, вужи и корона. И не вядомо, какие это докладные объекты на неме. Вот. Ну, а вертаюшись до Венеры, есть такие простые назвы, к штату, что это ранешняя вечерняя зорка, что это заранка, что это марья, те дарья зорки, або нова зверыная зорка. Вот. Ну, а есть такая еще назва ведьма. Вот. Тому, что, видать, вечерний час, когда Венера была бачная, люди выходили, какие-нибудь ведьмы там выходили, есть что-нибудь шептали. Ну, про что? Про то. Подрабязни про гроб. А так я же скажу, что никто не ведает, что это за объекты на небе. Про гроб подрабязни. Это уже докладный перформанс был в зенейке, когда я буду яшли выносить гроб с собой и расповедать про романтичные зорки. Вот так выглядит гроб. Да. Дякую за питание. Ну, есть, максимум, гроб, маяця на вазе гроб Господний, а вот, який этот объект, уже докладно, тут вельми складанно отказать, потому что, ну, невядомо. И подается у наших суседей таких номинаций так само нема, как и они были связаны со словом гроб. Вот. Ну, этот объект, вы все ведаете, млечный шлях. Вот. То есть, а чему так называют, млечный шлях? А проще того, что там ера молоко разлила, как вы меркуете? Что-что? Ну, а что про молоко? Кто его разлил? Это видовольно про молоко, молочный шлях называется. Я бы хотела кормить пиратов. Ой, какая мама. Ой, какая мама нехорошая. Может, за соски сильно кусался? Да, конечно, волючая. Ну, добро, а когда, например, разлетать этот образ не в контексте молочного шляха, а с чем бы еще вы могли поравнать вот такой образ? Вот этот объект, млечный шлях? Любые, любые варианты. Варианты? Нема некий вариант? Мир спица, добрый спица. Порез. А вот это уже мифотворчность приводит. Это поэзия, порез взорного неба. Да, привожим. Портал. Портал. Добрый. Вось. Да, ну не буду мушить. Вось. У нас шести знаку протягивали, связывали с таким образом дороги, и эта дорога птушкам. Капьяны летели у выры в осень, и вертались с выры в весну. Вось. Еще могли называть, например, чумацкий шлях. Это уже больше такие полезные вариации. Вось. Потому что чумаки, они соль возили, например, с полночей на полдень. Вось. И они ходили в зимку, а в зимку млечный шлях, або чумацкий шлях, аккуратно, с полночей на полдень. Вось. Еще есть такие шлях назвы, которые связывают с разными, какими-то мифичными городами, або реальными городами. Например, дорога в Киев, або дорога в Ярусалим. Вось. Ну, может, что-то святые ходят туда, по этой зорной дороге. Вось. Еще интересное название – это Тешина дорога. Я сам записал эту назву, экспедицию одной, и больше не сустракал. Вось. Не веду, чему так назвали. Я думаю, что те нехто вельми любил тешчу. Вось. Те нехто вельми не любил тешчу. И казал, иди ты своей тешиной дорогой. Вот туда и. Нехто там каже, иди ты на юг, а нехто каже, иди тешиной дорогой. Вось. Ну, и, отповедно, есть одна интересная легенда про вот этот молочный шлях, что каллисти, калли бог еще ходил по земле. И бог забронил шарту пить молоко. Ну, а чертом здесь шел, шел по вашему мужику, и хуже за все выменял жбан с молоком на самогон. Вось. Не, ну логично, а что ж еще? Вось. Не нагрошишь. Вось. Али бог это зауважил, пошел бегшим за шартом, и вось поколь черт бег, и он разливал молоко. И вот этот молочный шлях мы теперь бачим на небе. Вось. Как в Меркутии, все еще птушки летают по этой зорной дорозе, або птушиной дорозе? Ну, ваши варианты? Райские птушки. Еще? Давайте я приступлю. Орел, мебель, Орел, терешка. Турава, голубь, гора. Все ясно, доброе. Ну да, часто кажут, что книгалка, журавель, веровей, гусь, вось, бусил и качки. Вот это самые популярные такие птушки, океи, лед. Вось. Ну и я теперь коротенько покажу такую презентацию. Я уже сказал, что есть такое название для плеядов, это курки, або курочки. И есть легенда, вот такая. Это, правда, легенда подается сербская, олецалка маверна, что некий это в образ таки, это, мог и у нас основать. Вось. Ну и она кажет, что вот, колисьте давно была одна церкла. На супроте я садила квошка, квошка на древе. Вот и она упала. Коко. Вот так и она сидит. Оле вот церклу хотели сруйновать неприятия, некие зеленые человечки идут. Вось. Пришли-то и лиходонцы вешары, и секты древа. И бедная курочка вот полетела. Коко. Квошка упала, а тогда пошла лето докрышать. Тут треба было у них губ поставить коко там, но воду сам тогда вучивать. Коко-коко-коко-коко. Давай-давай-давай. Да я надолго лето, и все не могу поменять. Прочнули все селяне и оборонили церкву. Наверное, сошли. Ах, блин, тут час клада. Злочинцы сбегли, и их они як не могли знайсти. Вот и момент пошли у небе чистый крык. Ну я ж не ведаю, чий крык, там и курочки нема. Чисти. Жихары пошли на крык в очки. Коко. Поколь не дошли до места, где сховались злочинцы. И крык в очки затих. Все, все мое. Когда и шли злочинцы, у них кто поглядел в небо. На небе была кубка зорочи, подобна до квактухи. Какую это так и назвали, Квочка. Коко. Дякую за увагу. Одна з житых женщин, до речи мне, ну, разповядала про зорку ведьма. Не веду, может, она практикующая, какая-то магикой, астрологией занимается. Может, у вас есть некие питанье? Коко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Называется, это питанье, я даду вас в геопанан, так, складываю. Я не вижу ваших пыльочек, лап. Я просто питанье. Вабиша, откуда у вас это перун, а не перун? Цикова. Перун? Ну, это, на самом же, там складано, якая номинация правильная, может залежить там от перуэ до пэуновы. А ли у вас такой, перун, это литературная форма перун. А я с интервалом. Я спросил перун. Не-не-не-не, я перун, это, я перун, это, там, гром бье перун, и литературная больше. А я перун, это уже больше реконструированная славянская идея. Ну, можете про это. Просто перун, как бы. Я так же так давно занимаюсь. Я так давно занимаюсь. Я так не знаю. Я за это гроши платить маленькие в Академии на вороге. Чем меньшие гроши, тем больше затихавленность. Нет, конечно, жартую, но на самом деле я просто давно этим занимаюсь, историей, лингвистикой, и я носил супал в певный час, и астроном я так само занимался, физичный больше, а сам я по эдукации физик-ядерщик, и Витя Малишец, который до вас приходил, мы с ним знакомы, мы разом с ним учились, так вот так все отрималось. А что можете рассказать про валуны со звездами? Например, у нас даже в музее волнов есть такое, в Минске. Валуны со звездами. Ну, справа в том, что это только одна из интерпретаций, что не быто на культовых валунах со штучными ямками, лунками, что эти штучные ямки об лунке, они показывают, что это с узором. Вот. Но на самом деле, как мне подается, это чистой воды такая интерпретация, и трошечки занадто надуманно, потому что мой знакомый из Литвы, он из Вашкунас, который там уже занимается этой темой с годов 80-х, вот, старейшими, нет, 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 ничего не было. Просто вот он, например, когда у Воли один камень разглядал, который нашли на территории Беларуси, где там было просто четыре таких луношки. Вот. И он почему-то выражал, что это частка с узоры Андромеды, частка Пегаса, и навы там галактика Андромеды. Но видовочно, что конфигурацию там с пяти луношек можно притягнуть до всего, чего завгодно. Вот. Там вот так у нас устрокаются, навык есть мапы, где можно поглядеть вот с этой культовой валуны, в каким пункте населенным можно приехать на их поглядеть. Вот. Но это только интерпретация, что это некие, там, штат, отбитки такие, вот, с узорами, да, вот, что это некие с узорами. Это первый момент. Другие всякие моменты, такие довольно цикавые, какие мы уже не столько узорками связаны, сколько больше у Волиса Святоповленной, как бы, таким картиной. Это есть такие валуны, на которых есть необыто такие парасончики, да, зонтики такие. Вот. И есть такая одна из интерпретаций, что эти вот парасоны, они отлюстровывают трех узровневую будовлю со света, что подземный есть свет, свет людей и небесный свет. И еще есть третий объект на территории Беларуси, это вёскости бураки. Под вёскости бураки нашли широк таких каменев, на которых вымаливаны такие рожки на каждом камене по одному рогу. И яны трохи повернутые на каждом из этих четырех-пяти валунов. Так вот случится, что необыто это спробовали зарабить, адлюстровать смену фаз месяца, або смену квадров месяца. И есть еще пять объект. Это такие, которые больше связаны необыто из археострономии. Это в озере Янова, что вёско-бикумниче, недалеко от Полоцака. И вот такой комплекс, який часто называют белорусским Стоунхенджем, або археострономичный комплекс. Там каменевы выкладены необыто литрой пэ такой, и доследчики спробуют не экзвязать в этот комплекс, менавито с острожитными, назиранными, там, Балтов, Добрыкаду, Тифиновугорских народов и так далее. Вот с того, что ты с каменёв, у нас в этом, вот, в таким контексте всё идёт. Отказал на пытание? Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к гороскопам? Гороскопам? Мне Павла Глобу показать. Как вам сказать, я физик-ядерщик, я кто по знаку? Кто я по знаку? Ну, требу вас догадаться, кто я по знаку. Я к себе веду такие знаки. Вот, но на самом деле, как физик-ядерщик, я не могу доверять гороскопам, потому что это не совсем правильно. Это первый момент. Другий момент, что у меня её знакомые, которые работают в разных часописах, газетах, и они мне рассказывали, как они складывают гороскоп. Они просто берут за минулые некольки номеров и вот там перетасовываются. И потом это вот укладают. Ну, главное, главное, как, вот, навод, неважно, верить человеку или не верить в гороскоп. Самое главное, как гороскоп нёс позитив. Вот это самое главное. То вот, нельзя нести в гороскопах негатив. Человеку зажды требует давать некую такую радость, может быть. Або вот некий вот так аккуратно сказать, что ну, ты сегодня там будь спокойнее. Вот, а при этом нести посвядомой радости. Тому я, конечно, не схильный доверять гороскопам. Каждый день читаю, перед нами ездить на працу. Потому что это ж важно зразуметь, який сегодня день будет. Ти там целый ты день. Вот, яг заботцами разговаривать, да, вот такое всё. Вот. Ну, а когда больше серьезно, так можно допустить, что есть полная корреляция по меж тем, у який сезон народился детенок. И, ну, может быть, какие будут там физиологические, физиологические, абоники, там психичные особливости. Потому что детенок, який народился, зимку его там постоянно опранаюсь, там ходят. И улетку, ну, всё-таки розные, вот, первые три месяца выхования будут. Ягоного, как бы, життя, и снованию в этом всё свете. Вот. Вот я отказал на ваше питание. Было замечательное исследование, где проверялась работа астролога, который сказал, что выдающиеся спортсмены, выдающиеся спортсмены, рождаются под знаком масса. Вы не поверите, это работа проверяли, перепроверяли. И действительно, все терроричные спортсмены родились под знаком масса. Основная проблема в том, что слово «выдающийся» можно тактовать по-разному. Ну, и он выбрал, соответственно, на такую выборку, чтобы у него все его выдающиеся спортсмены определились именно под знаком масса. Такие дела. Ну, вот, это воля, это вельми важное питание. Это уже такие большие попытания когнитовисты, потому что, как правило, человек уже не будет сидеть и учитываться у Сэн с кожного слова, эти ягодные слова трактуются, те, кто робил выборку. Ему это не цикаво, ему это не треба. Ему потребна вот теперь некую надею, там, да, эти вот он некая цикавая на вина заявилась. И все. Вот это таки больше стандартный процесс, як мы успремаем текст, або як мы успремаем слово. Ну, конечно, складание незначное, але, по сути, это то и самое. И это отбывается не только с гороскопами, да, а это отбывается с любым текстом, за яким працует человек. Это я уже як лингвист кажу, а не як физик-ядершик. Так, я вам больше даже могу сказать. Вы же понимаете, что гороскоп не видит позитив. Мемы не видят позитив, но мемы не вредят вам в вашей жизни. Мемы это лучше. Гороскоп это просто мемы перенадут. Забыть на гороскоп и смотрите мемы. Складанное, конечно, пытание тому, что, ну, первоважно, конечно, просто та номинация, какая была у Венеры, и она могла переноситься, на Марс могла переноситься, и там, я имею в виду, на Юпитер, або назва Коза так сама могла переноситься, там, на Марс-Юпитер. По-перше, не заховалася ни каких книг, у каких бы была народная астрономия записанная. Есть разные книги перекладные, например, до 17-го года, где выкористовываются номинации, назвы планет, например, запозышенные из грецкой, там, Арис, что-то, может, это Геракла, что-нибудь, и так далее. Олег, это не тотейшие, как бы, назвы планет будут. Есть некольких цикавых книг перекладных, старожитно-русских, где, ну, дянется узгадывается до прыкода, олег, это с наукой Венеры. Ось, есть, что там еще? Есть неколькие запозышения, которые идут с... ну, от татарского большого... с татарского, с азиатского, лепее сказать. Олег, это с наукой этой шести номинации Венеры. Потому что у остальных планетах, которые есть на небе, у них не было прагматики для простого селянина. Для простого человека, который живет там на поле, ну, я думаю, живет в хате, и на поле требуется працевать. Ему знать, что это Юпитер, ему это не требует. Ему достаточно знать, что есть Венера некая, у которой, по-настоящему, хоть некое периодичное заявление и возникнение, и можно уже не ориентироваться. А вот эти такие планеты, которые часом заявляются, часом не заявляются, и они просто их складано было дешевостью привязать такого, ну, прагматичного. И они могли, конечно, это ассомляться с чем-то иншим, там, с какими-то иншими зорками, там, все еще, чем-то... Але прагматики такой нема, ответственной номинации нема. То, как правило, чему не користаемся, мы не будем называть это меня. Потому что сенсов от этого мало. И это не только у астрономии, народной, цени, народной. Это каждый человек, который занимается полной сферой, он будет добро видать лексику этой сферы. А не будет видать лексику, там, не веду, ядерной физики, да, там, про дуализм, там, казать, я не веду, про что там нейтронные зорки казать. Бухгалтеру это не требует, он может и слышать про это, а не одного, что ему это. То же самое и тут. Могли быть профессиональные астрологи-астрономы, которые это де-факто ведали, потому что они бы профики. А просто человек, на что ему это. И он и прости это. Если вам интересно профессиональные лексики, лексика можете найти на ютубе записи разговоров российского экипажа, ну, про российского, просто, в общем, понятно будет. Российского экипажа, вот ты тоже слез, уже понимаешь, экипажа российских космонавтов, особенно падалки, георги, вы слышали все время, я писал, я путаю, не надея, я не надея, падалка, да, не надея падалка, российские космонавты, переговоры. Вот, можете поискать на ютубе, и, скорее всего, вы найдете, вот, когда найдете, тогда поймете. Ну, да, ну, у меня есть одна история такая про космонавта, потому что довольно давно у меня была максимальность такая потрапить в ЦУП, Центр управления полетами, вот, и была максимальность поразмолять с космонавтами, которые были аккуратно, на той момент, на орбитальной станции. Вот, я был там два раза, ну, не на орбитальной станции, в ЦУПе я был два раза, один раз, когда я же станция мира была, а другой раз, когда уже была просто международная станция. Вот, как вы думаете, те пьют космонавты на станциях? А курать? Первый отказ правильный, другие неправильный. Расповедал космонавт один, что пьют, да, и навод был выпадок, коли одного космонавта, коли там некая скрыня с коньяком была, а малю космос не выкинуло. Вот. А другие был выпадок, такие, так само с космонавтами связаны, что, я не памятаю, правда, прозвище, он и докладно уже, коли он был долгий, уже довольно период на орбитальной станции, и в этот час, он и жена, и она народила детенка. Ну, процесс родов был. И он, бедми, хвалявался и закурил на станции. Вот. Потом он сказал, что дым неким чином со станции спробовали там выгнать тягом ци тыдня, ци двух тыдня. Вот. Тому и такие випадки, на самом речи, бывают на станции. Это сами космонавты рассказывали такое. Можно, я знаю, что такие руки есть, козьям? Блин, очень важно. Давайте, знаете, что я делаю? Давайте раз, два, первого я увидел, да, а остальные уже просто подойдутся после, потому что вы уже всех задерживались. Мы говорили про астрологию и псевдоастрологию. Чем они отличаются? А на и то же. А на и то же, я подойдёте. Да, на и то же, я подойдёте. Да, я выбольшаюсь, и мой же я заговорился, конечно. Ну, это, как бы, псевдонаук, наука, я хотел сказать, потому что, как бы, науковое сиродзи, оно всё-таки лишится астрологию не наукой, а псевдонаукой. Ну, астрология, астрология. Просто, на одиноку, когда больше не слышно подойти, мы слово астрологию воспринимаем в контексте гороскопа, в контексте Павла Глоба, в контексте мужиков с такими капелюшами, какие-то там у телескопы глядят. А по сути, слово астрология, может быть, означать, как бы, назирание за небесными телами, и робить некий весновый взгляд. Тут не день им от слова того, что як назирать, и кто будет назирать. Тому, як бы, цялко можно называть народной астрологией, что это так само йось. Алик, это не гороскоп, это зновку выйти, поглядеть на небо, и там, о, зорка полетела, ну, вот, муж там живе, не веду, сусенние вёсцы. Тобок, вот, это вот такая, может быть, розница. Дякую, не питанье. Добрый день. День добрый. Спасибо за лекцию. Дякую вам. У меня два вопроса. Первый, про Вну, как её видели, то есть вы рассказали про женщину с коромыслом, даже если мама рассказывала это, какое-то ещё, может быть, что это? Серьёзно, с какого района ваша мама? Она просто говорила, смотри, это похоже на женщину с коромыслом, а как это произошло, она не говорила. Не, а який это район был, с какого я на район, с какой вёски? Она родилась в Беларуси. А, ну, ты будешь, я говорю. Да. Ну, ну, ну. Могу больше рассказать. И второй вопрос, про языческих персонажей. Вот, была Меловица, по-моему, Виллис и Перу, да, на небе. Кто ещё был, может быть, что-то такое тоже? Ну, разумел, да. Про месяц можно шмат вельми и казать. Я зацекаюсь просто, когда вы кажете, что там женщина с коромыслом стояла на месяце, потому что, на самом деле, на территории Беларуси эта фиксация только возле одной рыки идут. Но это вельми распространенные уявления у Прибалтицы и потом уже идут туда на полночь России. Вот. Чтобы для нас это не характерно, на самом деле, что явления. Это первый момент. Другий момент, что основные образы, которые я бачу в этих пятнах на месяце, ну, допрыг, когда указали часто, довольно, что это брат закалов брата, а Букаин закалов Авеля. Могли сказать, что это Крышна, яким Христос распятый. Могли сказать, что это Адам забивая Еву. Соправды, соправды, так? Не веду. Ну, не что, борщ был несмачный на початку света. Вот. То, вельми шмат связаны с таких уявлений, как с двумя персонажами, которые один одного забивают. Есть уявления, связанные с тем, что, например, пятна на месяце, это тварь самого месяца. Что вот есть два воки, нос и рот. Вот. Змену квадров, например, могли тумачить тем, ну, это таки будет классичный прикат, что перун рассекает месяц. А почему он его рассекает? Потому, что лечилась, небыто реконструирована такая легенда, что у первого была жена Заранка, ну, а вот там Аушриня, когда уже Паркунас, Аушриня в литовском, и Аушриня начала сочетаться с месяцем. Паркунасу это, конечно, не сподавалось, и он его рассек. Али Аушриня обозрабил так, кожный месяц месяц перенароджался. И еще одна из таких коротких легенд, что небыто на небе есть некая баба, якая кожный раз замешивая тесто, потом из этого тесто заявляется вот таки месяц небыто блин, Колобок? Я не ведаю, может и колобок. Вот. И вот из этого тесто заявляется месяц. Али потом он снова крошится на зорке и падает в эту катку. это так коротко поспорить расповестие, какие есть разные такие уявления связанные с месяцем. Их конечно на самом раз значительно больше. Вот им не кае что на месяце башны святы юры, закалывая змея. Это по-перше. По-другое, когда мы скажем про меловицу, меловица на самом раз это литературное слово, которое было выдумлено на начале 2020-го года. Это не могла быть никакой богиня. Это слово верьми поздно заявилось. Как прикладное слово «знишка». Оно фиксуется на конце 19-го года, но это так самое слово придуманное или фиксировалось в одной местности, но было взято в науковый в житок. И там метеоры в литературе могли называть «знишка» это падающий метеор, падающая зорка. На кем боги могут вспомнить? На самом раз никаких богов по великому рахунку не вспомнил. Все, что мы знаем, это больше реконструкции христианизованных образов. Литов простей, в том смысле, что у них больше заховалось это поганство в назвах и тому можно реконструировать назвы Перкунас, Перун, Один и сказать, вот большая медведица это востом Перуна. Велес так само нигде не выкрасывается, это только реконструкция, что месяц это велес, тому, что роги напоминают быка, а бык связан с велесом и так далее. У литовской мифологии больше все грунтуется над тем, что велес как велес черт и пробуют реконструировать образ на основе доследовать процессы христианизации в 14-м стагоде славян. Я там попробую расповесить аккурат про максимальную реконструкцию этих образов с узора узоров в народном контексте поганском я не знаю, как это можно назвать. Кому на самом рэш это больше придумки все таки реконструкции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ